здравствуйте дамы и господа с вами елена и вы на моем канале элегант и вот очередное видео дизайне английский сад сэмплера Торелзи Венслер я решила все таки показать как я вышивала этот участок который называется мережка обрамляющий этот участок для чего для того чтобы вы если будете вышивать без проблем ориентировались в схеме и знали о том что там есть ошибка в схеме выполнения данных стежков по крайней мере буклет у меня были ошибки поэтому я долго не могла приступить не могла понять сколько нитей нужно вырезать а сколько оставлять потому как и в одном и в другом стежке были ошибки что правильного мы сначала вышиваем этот стежок называется схеме химстич через два переплетения там схематично нарисовано через одно ошибка через два переплетения поэтому у нас остается две ниточки соответственно под стежками 2 снизу и 2 сверху и между ними между верхним рядом и нижним остается 8 ниточек вот как раз эти 8 ниточек мы должны удалить на схеме нарисовано было там более десяти что ли этих ниточек я все не могла понять как все таки это все делать чтобы не ошибиться а точнее со мной сработала полностью примета 7 раз отмеря 1 отрежь и кто мне помог спасибо большое написал вопрос везде по всем соцсетям но отзвала девочка в контакте я я очень благодарна написала что это схематично на самом деле количество вырезается вот сейчас как раз перед вами я показываю что вырезаю я 8 нитей 2 оставляю сверху и снизу которыми прикрыты стежки химстич только 8 для того чтобы не было лишних прорезов отрезайте чуть-чуть по отдалении от стежков для того чтобы они загнутся не переживайте их не будет видно эти хвостики для того чтобы не распустились предыдущие стежки и аккуратно по одной ниточке удаляется вся основа почему по одной почему с небольшим отставанием потому что будет совершенно ну чтобы не испортить основу чтобы не испортить стежок чтобы не затянуть не деформировать предыдущие вышитые стежки я делаю это аккуратно потому что моя ткань как я уже говорил 25 каунта в предыдущих своих видео она была довольно сильно накрахмалена и поэтому по потихоньку по небольшим количеству вы сейчас видите на экране я вынимала все эти ниточки для того чтобы не испортить основу ну и не прорвать собственно не деформировать прошу прощения за качество видео не получилось снять достаточно хорошо потому что во первых это было искусственное освещение во вторых там много было условия которые не помогли наоборот препятствовать но тем не менее несмотря на качество я думаю что вы поняли о чем я говорила что имела ввиду вот ведь из другого ракуса показываю как я вынимаю эти все ниточки вот для меня это был такой волнительный момент не испортите не 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 вынуть лишнего не вынуть и того что не нужно потому что немножко по-другому себя вела ткань она была довольно жесткой для работы я думаю что если вы будете работать на лугане антикуайт двадцать пятого каунта та которая указана в ключе наверное работа будет гораздо проще для работы вам не нужно будет выполнять такого количества усилий далее про стежок мережку хочу сказать что если вы хотите легко закреплять ниточку уберите обязательно величину стежка величину ниточки это как раз пиралия и крюл который выполняется обводка этой мережки обязательно больше чем расстояние тех прямоугольников которые вы будете обшивать для чего для того чтобы крепить в углах они посередине потому что это если будет крепить посередине это вызовет деформацию в мережке поэтому не нужно этого делать но вот я на ваших глазах вынула практически всю верхнюю часть делаю это впервые делаю это впервые с вами надеюсь что вы поняли о чем я говорю если вам непонятно пишите комментарии в любых соц сетях где увидите это видео если я буду там онлайн если у меня будет возможности обязательно отвечу но сразу говорю что выкладываю на многих платформах и иногда даже в инстаграм но особенно на youtube youtube яндекс зайн вконтакте и так далее и поэтому не всегда я захожу эти соц сети имейте снисхождение я могу отвечать не сразу по поводу перенабора я наконец-то перенабрала этот дизайн в электронном формате жалею что не сделала это сразу экономила усилия потому как многие ошибки я все-таки зашила в некоторых стишках но тем не менее опять же если вопросы по перенабору обращайтесь я с удовольствием вам предоставлю за определенную награду бесплатно не отдаю потому что очень много я намучилась с ним я думаю что труд все-таки должен оплачиваться бесплатный предомбор есть он гуляет сети он один но там есть ошибки если вы сможете их удалить то конечно же берите не исправляйте и так вот я при вас делаю тяжок мережку данном дизайне он выполняется через шесть ниточек вы видите да я провожу под шестью ниточками при плетении делаю петлю что особенного в принципе ничего сложного в этом нет конечно когда вырезаешь более такой волнительный момент а здесь нет главное просто затянуть довольно хорошо для того что пучки выглядели красиво и аккуратно вот я при вас видите заканчиваю полностью работу последние стежки выполняю и и оказалось это не так сложно как я ожидала я потратила на это гораздо больше времени я смотрела мастер-классы на youtube но совершенно мережка была не такая которую я видела как у меня поэтому вот для таких элементарных вещей мне потратил понадобилось гораздо больше времени потратить потому чтобы разобраться и понять вот собственно с этой целью я и делаю это видео надеюсь вы мне благодарны несмотря на то что качество конечно желает лучшего вот надеюсь что вы будете вышивать и не будете волноваться по этому поводу да кстати если у вас есть какие-то желания по замене стежков обращайтесь я с удовольствием с вами сделаю новую перенабору и добавлю это дизайн свои стежки которые вы хотите итак мережка уже сделана и хочу сказать о том что дополните эту информацию которую вы увидите отснятую по процессу о том что длина нити мне повезло что у меня это все в бобинках можно отмерять сколько угодно и так длина нити должна быть равной либо горизонтали либо вертикали чтобы заправлять в уголках понимаете меня да потому что если вы будете заправлять как я заправляла в середине где-то шва здесь спрятать ниточку она тянет и и довольно сложно так вот ровно сделать для того чтобы вот эту основную нить посередине она не тянула ни влево ни вправо это по поводу длины и так вот крупной ниточкой более крупной ниточкой восьмерочкой не видно наверно да не сфокусировался вот она восьмерочкой крыле вышиваются все квадратики по углам а вот более мелкой двенадцатый номер вышивается вся мережка по периметру и так самый сложный вопрос сколько нити надо было удалять почему сложные для меня потому что мережка я вышивала в первый раз и конечно же руководство руководствовала схемы но к сожалению схемы не соответствуют реальной схеме здесь как и мне уже объяснили в контакте девочки благодарю вас за помощь те кто вышивали вообще очень отзывшие девочки вот единственные кто ответили я по всем соцсетям спрашивала спасибо вам большое благодаря вам я разобралась и так здесь схематично она не соответствует и вот это вот описание шва который идет по по боку да по бокам по бокам точнее мережки она тоже не соответствует действительности то есть количество нитей которые через которые прошиваются это все неправильно не сделано не смотрите на эту схему смотрите и считайте по этой схеме и читайте описание здесь подробно и конечно вот такая именно в карту бордер это описание именно мережки видите вырезаемый бордюр да дословно если переводить написаны здесь здесь обращаем ваше внимание что указано что количество нить которые вырезается это восемь сейчас найду да вот вырезается восемь нитей для меня это было сложно потому что здесь больше нити чем на самом деле я думала вырезается ли вот эти нити на которых лежит вот этот стежок или вот эти нити вырезаются или нет короче волновалась отрезать лишнее и объясняю вам что по бокам должно остаться по две ниточки но это если вы будете на равномерно да не на иди по две ниточки а внутри вырезается 8 нити не переживайте ничего лишнего не будет внутри вы вырежете 8 нити вот это для меня был такой самый спорный вопрос вот поэтому еще с подробно так его освещаю 8 нитей здесь вышивается не через одну а через две через две нити этот хим стич стежок и сама мережка вот это даже не очень давалось потом только когда руку набила стало гораздо легче тоже есть процесс съемки но он не такой вот прям стопроцентов которые я бы хотела вам показать но все что есть как умудрилась я как мне удалось снять смотрите сейчас хочу показать вам поближе как это все выглядит вот как это все выглядит в результате все это прорезается все это просвечивается ну для любителей мережки потому что будет очень красиво для меня это какое-то двоякое отношение не знаю столь и стоило ли делать в этом дизайне именно этот стежок ну дизайнер решил и так очень много видов стежка надеюсь что вы его все все правильно освоите и у вас все получится я благодарю вас за внимание с вами была елена